Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать на стартовую площадку на Радио России Псков и в студии я, Робин Александр. Уже несколько лет региональное представительство Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» ведет активную работу в Псковской области. Этот год, конечно же, не стал исключением. О том, что нас ждет 9 мая, о новых традициях празднования Дня Победы и патриотическом волонтерстве, сегодня поговорим в прямом эфире с руководителем Псковского регионального отделения «Волонтеры Победы» Екатериной Родиной. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Друзья, напомню, что работаем мы в прямом эфире, поэтому телефон студии 62-80-30. Можете сюда звонить и, конечно, задавать свои интересующие вопросы, либо просто делить сомнения. Ну, а мы пока приступим. Кать, давай вообще поподробнее поговорим, да, и сразу обозначим вообще про само движение «Волонтеры Победы». Какие основные задачи, цели у этой структуры? И что это вообще такое, да? Да, конечно, «Волонтеры Победы» — это Всероссийское общественное движение. У него есть представительство и отделение во всех 85 регионах Российской Федерации и уже даже за рубежом во многих странах. «Волонтеры Победы» занимаются патриотическим воспитанием подростков, молодежи, занимаются, безусловно, работой с ветеранами, да, то есть воспитывают именно уважение к памяти, уважение к людям старшего возраста. И всё это, конечно, происходит через ряд мероприятий. Мы проводим совершенно разный, да, спектр, то есть это федеральные акции, известные и псковичам, и жителям других регионов. Там «Бессмертный пол», «Георгиевская ленточка», «22 июня», «Свеча памяти» и многие другие акции. И новые интерактивные форматы, квесты, интеллектуальные игры, всё то, что может больше понравиться молодёжи и привлечь молодёжь к движению, к изучению истории и к участию уже в более серьёзных патриотических мероприятиях. Ага, ну вот ты сказала, что ещё за рубежом даже несколько точек открываются, да, что приятно. Есть представительство во всех субъектах Российской Федерации. Насколько я понимаю, что с 2015 года, да, движение началось, когда наш регион присоединился? Наш регион присоединился в 2016 году, да, ну, хотя в 2015 году волонтёров «Победы», как факт, да, они не существовали, то есть был корпус 70-летия «Победы», корпус, который сопровождал основные мероприятия, и уже из этого корпуса, ну, то есть поняли, что собрали достаточно большое количество активных молодых людей, и там взрослых людей, серебряных волонтёров, и, ну, то есть когда закончились мероприятия с этими же людьми, всё равно нужно что-то делать, потому что они хотят работать, и они хотят продолжать вести эту работу. И вот так уже появились волонтёры «Победы». Вот так уже появились волонтёры «Победы», да, в 2016 году начали они действовать на территории нашего региона. Везде ли удалось открыть вот представительство по районам? Сейчас у нас представительство в 14 муниципалитетах, они называются местные отделения, да, работаем над тем, чтобы мы продолжали вот появляться такие сообщества волонтёров «Победы» и в других районах. Ну, давай поговорим о том, чем же сейчас волонтёры «Победы» непосредственно перед 9 мая занимаются вот в нашем регионе, какие основные моменты, основные акценты можно здесь выделить? — Наверное, самое основное, чем и волонтёры занимаются, и что интересно нашим слушателям, да, нашим участникам мероприятия, это, конечно же, «Бессмертный полк», который в этом году, 9 мая, пройдёт в онлайн-режиме, так же, как и в прошлом, да, из-за пандемии. Прошлый год нас многому действительно, да, научил, у нас были такие вот первые шаги, первые пробы, в этом году это всё уже более понятно. Есть сайт 2021.polkrf.ru, на этом сайте все желающие могут выложить информацию о своих воевавших родственниках, о своих солдатах, и волонтёры изнутри, из админской учётной записи, да, на этом сайте видят все поданные анкеты, одобряют их, отсматривают фотографии, данные, и, соответственно, допускают их уже к публикации, к тому, чтобы эти солдаты прошли в строю «Бессмертного полка» в онлайне. Ну вот «Бессмертный полк онлайн», если бы мне сказали такое года, там, 3-4 назад, я бы, наверное, подумал, что, ребята, нет, это невозможно, и как вообще можно, да, некоторые мероприятия переносить в формат онлайна? Вот как ты оцениваешь переход акции «Бессмертный полк» в онлайн? Ну, безусловно, это очень сложно, наверное, и для волонтёров, и для участников, потому что это такое вмешение, опять же, цифровых технологий в патриотическое воспитание, многие этого не воспринимают ещё, да, до сих пор, но мы двигаемся вперёд, и, на мой взгляд, вот онлайн «Бессмертный полк» — это было хорошим решением, особенно прошлого года, когда мы поняли, что мы не выйдем на обычный «Бессмертный полк», а люди всё равно хотели почтить память, да, своих родных, которые погибли или вернулись живыми с Великой Отечественной войны, поэтому это был хороший выход из сложившегося положения. А вот когда всё-таки ситуация позволит нам выйти, да, на классический стандарт, на офлайн «Бессмертный полк», как ты считаешь, вот такой формат, формат «Бессмертного полка» в интернете, он останется, приживётся, либо же как только позволит ситуация, сразу мы это дело отодвинем и пойдём уже к классическим «Бессмертным полком»? Нет, он всё равно останется, и сайты, их несколько, да, вот эти сайты «Бессмертного полка», они же существовали и до начала пандемии, то есть просто с пандемией и с тем, что акция официально приобрела онлайн-формат, к этим порталам привлекли просто больше внимания, и они вот туда привлекли волонтёров, модераторов, да, и так далее. До этого не было такого ажиотажа, но они всё равно существовали, поэтому даже когда мы выйдем оффлайн и будем сопровождать, я думаю, что многие всё равно захотят присоединиться в онлайне. Ещё раз мы поговорим, как же всё-таки это всё проходит, то есть на определённой интернет-площадке, да, регистрируешь своих родственников, своих ветеранов, да, и потом, понимаю, 9 мая пройдёт, да? Да. Вот день в день. Да. Соответственно, начинается такой онлайн-показ каждого, да, с информацией. В прошлом году, вот ты мне сказал за эфиром, что неделю, да, занял бессмертный полк. Да, по-моему, он шёл как-то больше недели, я сейчас точно не скажу, в днях, но волонтёры продолжали модерировать, и наши портреты, наши солдаты, они продолжали идти, 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 то есть это было очень наглядно. В этом году зарегистрироваться на сайте бессмертного полка, да, можно только до 9 мая. Да. Сейчас ещё можно успеть это сделать. Да, сейчас ещё можно успеть это сделать. Ещё раз давай повторим платформу, на которую нужно зайти, чтобы поучаствовать в бессмертном полку. 2021.polkrf.ru. Всё латинскими буквами. А сколько заявок на участие ветеранов я могу оставить в бессмертном полку онлайн? Сложный вопрос, я, честно говоря, не знаю, есть ли какое-то ограничение, потому что в некоторых заявках бывает иногда 4 ветерана. Не могу сказать точно, но 4-х я точно видела. А, но потом всё равно это всё проверяют волонтёры как раз-таки, да? Да. Вот. Кто может стать волонтёром Победы и что для этого нужно сделать? Волонтёром, да. Как стать ему? Кто-то нас слушает, хочет, да? Ну, волонтёром Победы может стать любой гражданин, да, там, Российской Федерации в другой стране в возрасте от 14 лет. То есть до 14 мы всё-таки призываем там как участникам или с родителями, потому что у нас тоже процветает семейное волонтёрство. И у нас иногда волонтёры приводят своих мам, пап, бабушек, дедушек на наши мероприятия, они тоже становятся волонтёрами. Если вам исполнилось 14, если у вас есть желание сопровождать какие-то крупные мероприятия, что-то организовывать, и вы неравнодушны к истории своей страны, и к передаче своих, да, каких-то знаний сверстникам, более там старшим людям, младшим, вы можете приходить и присоединяться к мероприятиям. — Волонтёров много не бывает, насколько я понимаю. Если сейчас все ринутся к нам, вот, найдём ли работу для всех в условиях того, что сейчас практически всё в онлайне? — Конечно, найдём. У нас в ходе пандемии до неё есть огромное количество, ну, как это даже назвать, не то чтобы акций, но каких-то направлений, да, которыми люди могут заниматься в онлайне. Например, мы уже в течение достаточно долгого времени занимаемся распознанием текста издания «Книга памяти» Псковской области. В этом издании 23 тома, и наши волонтёры сидят и методично, постранично, ну, как бы, они есть оцифрованные, но они распознают, то есть они прям выводят текст для того, чтобы можно было в будущем искать по вот этим вот текстам, то есть что-то необходимое. — Давай вот как раз немножко поподробнее поговорим про проект «Книга памяти», как долго он уже идёт, да, не первый год он? — Нет, он идёт с 90-х годов, то есть это уже фактически, да, больше 20 лет, а нет, или даже до 90-х, там, по-моему, последний том вышел вот где-то, да, в том краю. Ну, я не так плотно именно вообще работала с темой создания книг памяти, да, ну, потому что, например, «Солдаты Победы» у нас до сих пор вообще продолжают формироваться, да, эти тома. Что касается книги памяти, почему эти издания интересны, потому что в них есть, ну, безусловно, фамилии людей, которые ушли на фронт из Псковской земли, но кроме этого там есть очень интересное описание различных битв, описание вот именно вклада каждого района. — Да, это книга памяти исключительно по нашему региону, да? — Да, мы пока, мы занимаемся нашим регионом, но, кстати, у нас уже присоединились, поскольку это полностью онлайн, то есть тебе нужен компьютер и всё, у нас не только псковские волонтёры это цифруют, у нас цифруют волонтёры из других регионов, которые просто увидели мероприятие там, да, в интернете. — А такие книги создаются в каждом субъекте? — Да, 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 да. — А на какой стадии сейчас находится книга памяти нашего региона, и когда сможем её, может быть, увидеть, если есть какая-то такая информация? Я понимаю, что работы много действительно. — Ну, сами по себе, все 23 тома, они оцифрованы, и с ними можно, да, уже познакомиться в интернете, то есть они есть, а вот когда появится распознанный, пока не берусь сказать, но, ну, уже много работы сделано, но всё равно продолжаем ещё идёт. — Ну вот книга памяти «Солдаты Победы», да, до сих пор формируются списки, формируются истории, описание битв каких-то действий. Как ты думаешь, вот прошло, в этом году будет уже 76 лет, да, почему за 76 лет не удалось эту работу довести до конца, чтобы было всё уже готово? Вот здесь не становится как-то больно и грустно, что 76 лет, а сейчас только всё это, ну, оцифровку, такие ещё моменты, ну, и, как понимаю, ещё финал не близок? — Ну, ряд мероприятий и ряд каких-то вот проектов, он, безусловно, требует развития информационных технологий, которые, вот, буквально, да, там, вот последние лет 20, это стало, наконец, возможным, то, к чему мы стремимся. — Ну, кроме этого, есть же огромное количество других направлений, начиная от поискового движения, которое, безусловно, занимает одно из приоритетных, да, это одно из приоритетных направлений патриотического воспитания и патриотической работы, и многие другие, то есть на мероприятиях именно волонтёров Победы или на мероприятиях именно к 9 мая, у нас же хэштег не только 9 мая, то есть всё не заканчивается, всё всё равно развивается и продолжается, и просто невозможно, наверное, охватить всё, и наши бабушки, и дедушки, мамы, и папы тоже вели патриотическое воспитание, просто делали это по-своему и работали в каких-то вот других направлениях. — Согласно своему времени, да? — Да, да. — Скажем так, работа с ветеранами, вот волонтёры Победы как-то с ветеранами взаимодействуют, и чем вообще сейчас можно помочь ветеранам, что им особенно нужно? — Конечно, мы взаимодействуем с ветеранами, у волонтёров Победы есть отдельный федеральный проект, называется он «Связь поколений», и это всё, что как раз связано вот с этой работой. — В прошлом году мы начали такую акцию, которая называлась, она и сейчас называется, да, «Мобильные бригады помощи ветеранам Великой Отечественной войны», и в рамках этой акции мы выдавали мобильные телефоны участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, мобильные телефоны с сим-картами, со специальным тарифом, чтобы они могли звонить другим ветеранам, звонить родственникам. — А то есть были такие ветераны, у которых просто не было, да, вот мобильного телефона, да, для связи? — У некоторых, по сути, да, но в основном телефоны были, но всё равно для ветерана это было достаточно важно, и было несколько ситуаций, то есть когда ты, наши ребята там в Невельском районе, например, вручили телефон ветерану, а там богатая история у ветерана, то есть у него ещё жив его брат, но он живёт очень далеко, там на Дальнем Востоке, и как только он получил телефон, он сразу позвонил своему брату и сказал, что они будут вот теперь созваниваться ещё чаще и больше, ну то есть, конечно, ребята, ну это производит впечатление, и благодарность этих людей, она, безусловно, вот притягивает внимание волонтёров, которые пришли к этому ветерану и уже их не отпускает, то есть они потом готовы дальше продолжать работать. Ну и, конечно, мы поздравляем ветеранов с праздниками, мы приходим к ним в гости, особенно в муниципалитетах это происходит всё достаточно тепло, потому что там ветеранов не такое большое количество, конечно же, их все знают, конечно же, их все как-то оберегают, да, стараются с ними общаться, и показывать их значимость. Это всё проект «Связь поколений», да? Вот такой большой. Да, у волонтёров «Победа» просто шесть основных проектов, это как бы направление движения. В этом году удалось ли уже кого-то из ветеранов посетить? В этом году, да, потому что в муниципалитетах это, наверное, не выставляется как-то на всеобщий показ, то есть, что вот мы сходили к ветерану. Нет, так не бывает, просто если у ветерана есть какая-то потребность, если он хочет, чтобы ему помогли наколоть дрова, ребята встают, идут, помогают наколоть дрова, и как бы, да, спокойно дальше идут по своим делам. То есть это такая текущая работа, да, и всегда волонтёр на связи. Если, может быть, нас сейчас слушают ветераны, как обратиться за волонтёрской помощью, можно ли это сделать? — Да, это можно сделать, но в прошлом году очень актуальны были, конечно, все телефоны, связанные с волонтёрскими центрами региональными, ресурсными, да, потому что акция «Мы вместе», она... — Как раз была направлена тоже. — Да, 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 то есть многие волонтёры, вот «Мы вместе», они тоже, безусловно, помогали, приносили продукты там и всё прочее. К нам тоже можно обратиться, можно там обратиться к местному руководителю волонтёров Победы в муниципалитете, если вы его знаете, можно обратиться ко мне напрямую, можно обратиться в отделение партии «Единая Россия», потому что они тоже задействованы в этой истории, то есть... Куда бы вы ни пришли, вы всё равно придёте. — Да, вы идите на нас. Как ветераны на это реагируют? Ведь сейчас такое время, ну, как бы так сказать, помягче, что ветеранам нужно быть тоже ещё и начеку, потому что очень большое количество различных людей и не всегда с добрыми помыслами. Вот, бывает ли такое, что ветераны просто закрываются от всех, и неважно, волонтёр это, не волонтёр, просто вот держит дистанцию, не открывает там дверь, именно боится каких-то недобросовестных людей? — Ну, конечно, такие ситуации бывают. Кто-то совсем закрывается от мира, кто-то просто говорит о том, что ему не нужна помощь. Ну, да, у кого-то достаточно, например, хорошие условия, родственники там живут вместе, и тут понятно, что тот же самый мобильный телефон, например, если он не нужен, то ветеран, как правило, так и скажет спасибо, но мне не нужно. — Да, нет. Сейчас сколько человек насчитывается, ну, хотя бы по Пскову, да, вот в волонтёрах-победах? Это какая-то такая более-менее стабильная цифра, либо же это постоянно плавающие, потому что волонтёры, они бывают, ну, приходящие, уходящие, кого-то это задерживает, ну, цепляет, да, кто-то пришёл на одну акцию и дальше перестал этим заниматься, стало неинтересно по количеству. — По Псковской области у нас сейчас, ну, более 500 волонтёров. Я не выделяю даже отдельно Псков, потому что последние годы действительно намного активнее у нас работают муниципалитеты, чем Псков. В Пскове с прошлого года у нас действует на базе университета, Псковского государственного университета, Центр патриотического воспитания, там, ты-ты-ты, волонтёры-победы. Да, мы официально подписали соглашение с ректором, и у нас теперь вот на студенческой молодёжи, которая составляет основную, наверное, всего долю молодёжи в городе Пскове, мы тоже будем работать с этими ребятами. — А есть какой-то самый активный, может быть, район области, да, ты сказала, что муниципалитеты, они как-то всё-таки находятся, ну, на передовой, скажем так, а есть какой-то муниципалитет, который вот прям впереди планеты всей. Можно кого-то выделить? — Их всё равно несколько, я не хочу абсолютно никого убежать, потому что все, кто работают с волонтёрами Победы, все наши местные руководители, они очень много работы делают, но в топе у нас, конечно, Невельский район, Великие Луки, Порховский район, Островский район, вот, наверное, вот на этих столпах, да, все держатся, и там муниципальные руководители всегда готовы поддержать, помочь своих соседей, своих коллег, то есть что-то рассказать. Ну, Пустошкинский район у нас ещё тоже очень активно работает. — Кать, здесь переходом всего, что только можно всей жизни в онлайн. В этом году что-то в формате офлайн, то есть не в интернете, мы из акций сможем прочувствовать, увидеть, поучаствовать. — Да, уже в апреле началась, например, акция «Георгиевская ленточка», она достаточно традиционная, но, тем не менее, она проходит, и проходит в офлайне, потому что «Георгиевскую ленточку» можно прийти и взять там на нескольких точках в Пскове, в муниципалитетах, но она такая достаточно глобальная. Из того, что ещё можно как-то так к этому подсоединиться, мы продолжаем благоустраивать захоронения. Практически каждый день выкладываются новые посты, и наши коллеги из разных организаций, не только волонтёры «Фобеды», они тоже присоединяются к этому направлению, звонят, спрашивают, куда съездить, на какое захоронение. Тоже, конечно, мы рекомендуем куда лучше, где требуется больше работы. У нас продолжается проект «Нет забытых обелисков», который связан как раз-таки с благоустройством захоронений и с формированием системы шефства. То есть всё-таки, когда один раз приехали на захоронение, убрали его, это хорошо, но хотелось бы, чтобы это продолжалось как-то регулярно, циклично, и чтобы, например, одна школа шефствовала за одним или за несколькими захоронениями, ну, нас вот пока выстраиваем. Получается. Это прекрасно. Надеюсь, что и дальше тоже будет получаться. Вот проект «Нет забытых обелисков». Есть ли, может быть, какие-то данные, сколько сейчас захоронений требуют прям такого немедленного ухода, немедленного приведения в нормальный вид? Как вы выбираете захоронение, на которое отправить ту или иную школу, ту или иную группу волонтёров? Ну, у многих школ или организаций есть закреплённые захоронения уже сейчас, на которые они ходят. Ну, мы стараемся время от времени просто проводить так называемый мониторинг, да, хотя бы охватывать, ну, какие-то захоронения, которые действительно нуждаются в ремонте. Не могу сейчас сказать точное количество и процент, но ребята практически каждый месяц, да, выезжают куда-то. И чем интересен этот проект, он охватывает не только захоронения, которые вот официально закреплены в реестре, и вот они есть, и про них все знают. Мы стараемся ещё найти те захоронения, которые, например, вот о них слышал кто-то, там какая-то, чья-то бабушка, какой-то ветеран, и вот он может показать, где находится это захоронение. Вот к таким захоронениям мы тоже присматриваемся, приезжаем, помогаем их тоже как бы привести в нормальный вид, чтобы про них тоже знали и не забывали. Вот. Поэтому, да, тоже эту работу продолжаем. Поговорим про проект Георгиевская ленточка, да, как я понимаю, до 9 мая, да, он идёт, проект? Ну, по факту, да, но после 9 мая, то есть если у вас есть желание получить Георгиевскую ленточку, вы тоже можете обратиться. Это просто происходит раздача Георгиевских ленточек в определённых точках, в муниципалитетах, но здесь вопрос другой. Последнее время, наблюдая за тем, как наши люди носят Георгиевскую ленточку, здесь, ну, к сожалению, слёзы даже наворачиваются, что это и сумки, и пару лет назад видел даже там на ошейнике у собаки Георгиевская ленточка, кто-то на коляску детям её привязывает. Всё-таки с чем связана вот эта вот потеря культуры того, как надо носить Георгиевскую ленточку? И как можно ли это обратно вернуть и сказать, что Георгиевская ленточка не должна висеть у вас на зеркале автомобиля, да, а исключительно должна висеть у вас на груди? — Стараемся возвращать. Есть прямо хороший действенный инструмент у волонтёров Победы, есть прекрасные листовки, которые выдаются вместе, вручаются вместе с Георгиевской ленточкой. На этой листовке, во-первых, с одной стороны, история Георгиевской ленточки, то есть вот эти известные, да, разницы гвардейские, Георгиевской ленточки, то есть как это всё появилось и развивалось, а на обратной стороне, как правильно нужно носить Георгиевскую ленточку. То есть конкретно вот прям очень такая наглядная инфографика, что не нужно на сумке, волосы, в машине, в принципе, тоже вообще не очень желательно это делать, только на груди, слева, да, на лацкане пиджака её можно носить. И вот, ну, вместе с Георгиевскими ленточками люди получают вот такую листовку, смотрят и, соответственно, исполняют. — Будем надеяться. Друзья, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. — Да, добрый день, здравствуйте. — Как вас зовут? — Я зовут Неснушовский, меня зовут Владимир Алексеевич Чулгаев. — Владимир Алексеевич, здравствуйте. — Здравствуйте. — Я хотел бы высказать по поводу волонтёров из Пустошки. — Так. — Вот эту организацию, как бы, возглавляет Мандарева Светлана Николаевна. — А... — Они устроили акции, например, была акция, устроена ко дню блокады, полного снятия Ленинграда блокадой. — Угу. — Где было жители Пустошки, Мазыгрей, попробовать и ознакомиться, что значит 125 грамм блокадного хлеба. — Так. — Ну, я бы хотел к этому ещё добавить, что вот эти 125 грамм блокадного хлеба Ленинградцы, например, используют как блокадный кулич. То есть в эти 125 грамм хлеба втыкали свечку, у кого была возможность, сил, идти в храм Божий освящать. Ну, а кто не мог, конечно, как, например, моя мама, она тоже блокадница, пережила у меня годовалый братик, умер от голода, была дома, я освящал этот блокадный кулич слезами, можно так сказать. Я должен сказать, что проводятся всякие всевозможные акции, например, по весне всегда волонтёры во главе со Светланой Николаевной выезжают к местам воинские захоронения, где идёт покраска, уборка от мусора. То есть работа проводится, и очень хорошая работа. Зашёл, конечно, волонтёрам, молодым очень ребятам, которые делают благое дело, именно к этому победу, так же они всё это... Владимир Алексеевич. Спасибо вам большое за звоночек, ну и, конечно, тоже поздравляем вас, и надеюсь, что дальше в Пустошке работа прекращаться не будет. Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Спасибо. Вот так вот, Екатерина, видите, из Пустошки нам позвонили, не зря вы говорили, что тоже район находится у нас в передовых. В Пустошке давно были? Ну, самостоятельно, да. Я чаще всё-таки бываю в острове, потому что все дороги через остров ведут. Все дороги ведут через остров. Но, тем не менее, Пустошке передаём привет, и отдельный привет как ветеранам, так и волонтёрам. Говорили мы про различные акции, которые пройдут конкретно вот в этом году. Это, напомню, что Бессмертный полк, он пройдёт онлайн, можно зарегистрироваться на сайте 2021.polkrf.ru, сделать это ещё можно. Также это Георгиевская ленточка, которая проходит в муниципалитетах. Также, какие ещё вот акции пройдут? Можно я про Георгиевскую ленточку ещё добавлю? Да, конечно. Потому что у нас есть, ну, во-первых, Георгиевская ленточка уже стартовала достаточно успешно в Псковском государственном университете, то есть там ребята на факультетах, на институтах, да, вручали ленты. А сейчас ленточку можно получить, либо связавшись с нами, у нас офис на Конной 2, то есть предварительно договорившись, да, мы можем ленточку выдать. И можно в Псковской областной библиотеке точно так же получить ленточку, прийти и на секторе регистрации вам её вручат. Да. Так, друзья, это что касаемо по городу Пскова, да? Да. Вот. А в муниципалитетах там уже надо связываться с региональными. С муниципальным руководителем, да. Ну и, кроме того, в муниципалитетах, я думаю, эта информация тоже, она достаточно хорошо распространена, потому что люди ей интересуются. Так, ещё по проектам поговорим. Что ещё? По проектам. По акциям, по проектам. Что ещё в этом году у нас планируется, даже в формате онлайн? Ну, даже в формате онлайн... Я про оффлайн, что у нас ещё идёт? У нас идёт акция «Сад памяти». Эта акция появилась в прошлом году впервые, было высажено более 27 миллионов деревьев. Ну, собственно, акция заключается, да, в том, чтобы высадить дерево в память, да, о погибших в годы Великой Отечественной войны. Погибших было более 27 миллионов, и вот к этой цифре в прошлом году и стремились, и её достигли. Акция была достаточно резонансной, поэтому в этом году она продолжается. Так, «Сад памяти» он уже идёт, как я понимаю, да? «Сад памяти» он уже идёт, да, тоже есть определённые где-то высадки в муниципалитетах, высадки идут в Пскове. У «Сада памяти» тоже есть свой сайт, на котором можно эту карту высадок посмотреть и присоединиться к какой-то высадке, которая к вам, например, ближе к дому. И можно принять участие также индивидуально, тоже «Сад памяти дома», можно использовать хэштег и, например, высадить дерево на своём участке. На даче, да, или как бы в частном доме. И, как я понимаю, ведётся счёт, да, сколько деревьев вот именно по этой акции у нас посажено. В этом году сколько? Тоже планируется 27 миллионов выцелить? Ну, мы всегда ставим перед собой, да, глобальные цели достаточно большие. Вот, насколько я по последним новостям помню, в Псковской области планируется высадить более 5000 деревьев в этом году. Так, «Сад память». А услышала ещё про проект, который называется «Красная гвоздика». Да, конечно. Тоже онлайн он проходит, насколько я понимаю? Он проходит и онлайн, и офлайн, но в Псковской области онлайн. До этого, да, несколько лет мы там принимали участие в офлайн-режиме. Ну, «Красная гвоздика» акция, она связана со сбором пожертвований, да, для ветеранов. То есть, соответственно, люди могут оставить некую сумму пожертвования, и потом на эти деньги для ветеранов закупаются там какие-то медицинские приборы, да, или препараты. Продукты и вещи первой необходимости, да? Да, да. Ну, хотя в этой акции удаётся собрать достаточно крупные суммы средств, поэтому мы как раз можем позволить вот именно какую-то, например, медицинскую технику купить, которую просто так ветеран, да, не купит себе. Что-то ещё есть именно касаемо проекта «Волонтёры Победы» вот в этом году, о чём хотелось бы поговорить? Наверное, только то, что в этом году «Волонтёры Победы» вместе с активистами других организаций также примут участие в сопровождении парадов Победы. Насколько я понимаю, парад Победы у нас будет, но без зрителей, и тоже можно будет посмотреть его в интернете. Сейчас, помимо тех акций, которые мы озвучили, их количество растёт, я скажу так, с каждым годом, да, с каждым годом к 9 мая придумать какие-то новые акции, новые мероприятия. И в прошлом году, да, появились такие акции, как «Окна Победы», вот в этом году это ещё и «Зеркало истории». Как, по твоему мнению, всё-таки чем больше этих акций, тем лучше, либо же проще сказать, что давайте мы сконцентрируемся на каких-то определённых акциях, да, и не будем вот к одним Победы просто пичкать массу и уйму всего вокруг. Я думаю, что нужно сохранять баланс и к таким акциям, которые, ну вот, просты в исполнении, например, те же самые «Окна Победы». Наверное, это хорошо, когда вы воспитываете ребёнка, когда он маленький, когда, понятно, он ещё там не может быть волонтёром, там не может оценить, ну, трагизм, да, Великой Отечественной войны, то привить какую-то, ну, такое восторженное отношение к этой дате, что вот мама, папа и я вместе собрались и украсили окна, а почему, а что, и дальше начинаются вопросы. Наверное, да, это имеет смысл. Для взрослых людей, ну, и там подростков, для молодёжи, для взрослых людей в таких акциях лучше всё-таки принимать участие, когда человек уже сформировал какое-то понимание патриотизма, то есть не просто, да, бездумно это сделал, там, украсил окна или, да, как бы что-то ещё там прибрался, там, у ветерана, да, около дома, но это вообще как бы более, да, сложная тема, но всё-таки есть такая акция, да, «Полисадник Победы» она называется. Всё-таки со смыслом. Я понял, я уже через себя пропустил, и вот, да, я могу сделать что-то, какое-то действие, там, украсть окно, и уже понимаю, для чего. Вот если говорить конкретно про волонтеров Победы, вот подсказывают мне, что есть у нас ещё один телефонный звоночек. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Данил Иван Петрович, Куйнинский район, деревня Жижица. Я хотел бы высказать своё мнение по отношению вот той ленточки, которую называют Георгиевской, почему люди так её носят. Так, Иван Петрович, слушай. Великая Отечественная война связана с красным флагом, с красным цветом. Вот если бы она была бы красная, понимаете, отношение было бы совершенно другое. Никаких георгиевцев в период Великой Отечественной войны уже не было. Если бы это были бы, назвали бы, гвардейцами, или ленточка славы, но красного цвета, совершенно другое было бы отношение. Вот и всё. Ну, Иван Петрович, спасибо вам большое за ваше мнение. Да, она, возможно, тоже имеет место быть. Поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Ну вот, Иван Петрович из деревни Жижицы предлагает поменять ленточку. Как ты считаешь, Кать? Нет, безусловно, это имеет место быть, и как бы это мнение, да, человека, ну, да, мы его сейчас выслушали. И, ну, георгиевская ленточка всё-таки, она уже даже больше, чем, там, вот эти перипетии между гвардейской ленточкой и георгиевской ленточкой, то есть, как это всё правильно называть, она уже прижилась сама по себе и стала не только, ну, вот, да, как бы символом, там, страданий и трагедии Великой Отечественной войны, но и, ну, каким-то объединяющим элементом. То есть, в этой акции принимают участие все, и дети, и взрослые, и видно, как происходит вот это самое объединение вокруг, ну, вот, какого-то такого элемента. Всё-таки большинство, я сказал бы так, георгиевской ленточки относятся даже с неким трепетом. Да. Вот так я скажу. Но, Иван Петрович, спасибо за мнение. Хотелось бы поговорить про волонтеров Победы, чем они занимаются, если это не преддверие 9 мая, понятно дело 9 мая, наверное, основной такой рабочий момент, рабочий упор, а если это не 9 мая, то... Что происходит там? Они все разбегаются, распускаются, и работа не ведётся, а перед 9 мая такие раз собрались. Вот как в течение года работа ведётся? Конечно, работа ведётся, и основные направления, о которых даже вот в преддверии 9 мая мы о них уже поговорили, то есть это работа с ветеранами, она ведётся, она не прекращается никогда, потому что есть огромное количество праздников, есть огромное количество поводов, да, ну, прийти в гости, допустим, к ветерану с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Обязательно. Есть у волонтёров Победы большое количество разных форматов, в том числе это интеллектуальные игры, это квесты, вот эти форматы очень любят учащиеся школы, студенты, учащиеся колледжей, кто-то... Мы организовываем квесты и к нам приходят, иногда мы выходим там вот в учебное заведение с этими квестами там интеллектуальными играми, которые называются «Риск», это вот отдельный формат, да, волонтёров Победы, то есть это такая молодёжная движуха, которая тоже не прекращается к разным датам, к разным событиям, при этом волонтёры Победы охватывают в своей деятельности не только тему Великой Отечественной войны, но и других побед России, то есть покорение космоса, там, освоение океанских глубин и так далее, то есть можно ещё из этого достаточно много информации почерпнуть. — Ну вот ты как звонил наш радиослушатель из Пустошки про акцию «Хлеб той зимы», вспомнил, да, насколько я понимаю, происходит она в январе, и тоже её делают волонтёры Победы. — Да, её делают волонтёры Победы, ну, идея акции принадлежит молодёжной организации «Вечевой орден», которая работает в Псковской области. Акция «Хлеб той зимы» посвящена полному освобождению Ленинграда от немецко-фашистской блокады, и действительно в рамках этой акции у нас есть и возможность попробовать хлеб, да, испечённый по рецепту приближённому к блокадному, и возможность познакомиться, значит, принять участие в акции ленточка Ленинградской Победы, да, это как Георгиевская, только эта лента, она цвета колодки дали за оборону Ленинграда, зелёные и оливковые цвета, тоже носится, как и Георгиевская. Есть возможность познакомиться с полиграфическими изданиями времён войны и взять их с собой, то есть мы такое тоже практикуем эту историю, да, то есть это репринты газет, репринты партизанских листовок 40-х годов, и уже теперь ещё репринты открыток, которые можно у нас на площадке полевой почты подписать, и мы их потом отправим по адресу. То есть они выглядят как настоящие открытки 40-х годов, это очень нравится и детям, и взрослым, то есть каждый вкладывает свой смысл. Достаточно интересно. Катя, про большое количество акций мы поговорили, поняли, что работа не прекращается целый год, да, 24 на 7, можно так сказать. А есть ли какие-то истории, вот запоминающиеся, да, или может быть какие-то, наоборот, волнительные моменты, связанные вот с волонтёрской деятельностью? Что-то такое, что вот приходит на ум, чем бы хотелось поделиться, что-то интересное, запоминающееся, может быть, трогательное, волнительное? У нас однажды была история, но это перед 9 мая, как раз когда ещё Бессмертный полк шёл в очном режиме, привычном нам, у нас собралась, ну, к нам обратились люди, да, из других там регионов, семья, семья достаточно большая, там несколько поколений, то есть от малышей там до пожилых людей, значит, у них была история об их предке, который воевал в Великую Отечественную войну и погиб в районе Изборска, старого Изборска. И, значит, у них была такая идея, которую мы им помогли воплотить в жизнь, они практически всей своей семьёй собрались и приехали в Псковскую область для того, чтобы побывать на могиле своего родственника. Их было больше 10 человек, и это были люди не из одного региона, а из разных регионов, включая там очень-очень дальнее от нас. То есть они, каждый по-своему, кто-то на машине, кто-то самолётом, они все добрались сюда, и такой вот большой единой семьёй с портретом Бессмертного полка вот своего родственника, да, своего солдата, вот мы с ними посетили эту могилу, мы с ними посетили Изборскую крепость, да, и вот у людей получилась такая история, личная история перед 9 мая. И самое интересное, что они действительно привезли с собой молодёжь, подростков, детей, то есть это передаётся в семье, да, из поколения в поколение. Вот эта история, и они хранят эту память. Это было, правда, очень интересно, очень волнительно. На расстоянии, да, даже на расстоянии. Если говорить про непосредственно волонтёров, их с каждым годом становится конкретно волонтёров Победы, больше или меньше, объясню почему, что сейчас вообще волонтёрское движение набирает какие-то колоссальные ворота, да, у нас есть и волонтёры культуры, есть и волонтёры-медики, эко-волонтёрство, да, и много-много другое. Вот касаемо волонтёров Победы, такое большое количество волонтёрских направлений, оно как влияет, что волонтёры становятся меньше, они разбредаются по разным кучкам, либо же, наоборот, концентрируются? Они всё-таки больше концентрируются, и нужно понимать, что если мы говорим про Псковскую область, у нас регион небольшой, да, и, ну, как правило, один волонтёр, он может быть и волонтёром Победы, и волонтёром культуры, и это не говорит о его, ну, какой-то некомпетентности, что он вот везде и нигде, да, нет, он может себя полностью посвящать и одному, и второму, и третьему, особенно в условиях того, что многие акции, например, они похожи, да, они есть там и там, и там, и в них с удовольствием принимают участие и одни, и другие волонтёры, поэтому, ну, на мой взгляд, всё-таки потихонечку число волонтёров растёт, но, конечно, мы продолжаем, ну, как бороться с такими остаточными стереотипами того, что волонтёры это вот люди, которых можно позвать, и они бесплатно поработают на тебя. Ну, вот есть такое, да, что волонтёр — это бесплатная рабочая сила. Да, вот. Всё-таки я даже сам, отчасти, с этим не согласен, вообще современный волонтёр — это, давай вот так вот продолжим фразу. Современный волонтёр — это заинтересованный человек, который хочет развиваться и развивать вокруг себя пространство. А мотивация волонтёра какова? Об этом мы много тоже говорили в наших эфирах, но всё-таки, чтобы мы разделяли бесплатную рабочую силу от волонтёрства. Давай вот поговорим про мотивацию. — Мотивация. Ну, конечно, на поверхности — это получение волонтёрских часов, волонтёрскую книжку и получение каких-то грамот, то есть какое-то материальное, скажем так, отображение твоего труда. То есть вот потрудился, да, получил грамоту или получил волонтёрские часы. У нас с этой историей очень интересно, потому что у нас получилось перейти на какую-то такую внутреннюю, личностную мотивацию внутреннюю. Ну, объясню на примере, да, вот Псковское региональное отделение волонтёров Победы, оно отличается тем, что у нас в повестке мероприятий каждый год есть сопровождение, волонтёрское сопровождение военно-исторических реконструкций. И не только в Псковской области. В Псковской области это Островский район, деревня Холматка и Юлия, да, прорыв линий Пантера. Но у нас были настолько заинтересованы вот этим мероприятием волонтёры, что организаторы фестивалей, вот этих серий военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», она пригласила наших ребят на сопровождение других, своих реконструкций. Мы ездим на Невский пятачок, это Ленинградская область, и в Новгородскую область, вторая ударная армия. И вот наши ребята, ну то есть там уже понятно, что они получат свои волонтёрские часы, то есть это всё понятно, но ребята целый год работают, целый год они готовы в школе, да, как бы помогать, заниматься патриотическим этим воспитанием, организовывать какие-то мероприятия для того, чтобы просто попасть в число тех счастливчиков, которые поедут на сопровождение. Причём это сопровождение достаточно серьёзно, то есть это работа в оцеплении, это помощь на полевой кухне, то есть они не едут туда просто, чтобы отдохнуть как туристы. Но, конечно, они могут посмотреть реконструкцию, пообщаться с реконструкторами, но вот они работают для этого. — Слушайте, ну это действительно классно. Друзья, во-первых, спасибо, Кать, большое хочу сказать тебе за то, что пришла. Напомню, что сегодня мы общались с руководителем Псковского регионального отделения волонтеров Победы Екатериной Родиной. Спасибо большое, с наступающим праздников, ну и хороших акций и мероприятий. — Спасибо, будем, надеемся, что встретимся с вами на онлайн и оффлайн акциях, посвящённых Дню Победы. — До свидания, дорогие друзья, хорошего дня.